У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто, мы говорили об этом по телефону позавчера с президентом Бразилии, с которым у меня очень добрые, я считаю, дружеские отношения. Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет. Когда-то, помню, лидер оппозиции после ещё предыдущих выборов вышел на площадь, возвёл глаза к небу и сказал, что он перед Господом считает себя президентом. Смешно? И тогда мы обсуждали эту ситуацию с руководством Соединённых Штатов. Они поддерживали и до сих пор поддерживали оппозицию. Но скромно умолчали, ухмыльнулись и всё. Ясно, что это нелепо, правда? Любой там человек может выйти, глаза к небу поднять и объявить себя кем угодно, в том числе и Папой Римским. Но так же не бывает, так не должно быть. Существуют определённые процедуры избирательного характера. Идите на выборы и побеждайте. Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успеха его правительству и венесуэльскому народу. Но очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двухсторонней дискуссии разберутся во двухсторонних отношениях. Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека. И уверен, что он именно с таких позиций, с позиций объективного характера, будет подходить и к этой ситуации. И он меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора. Надеюсь, что ситуация будет выравниваться. Что касается принятия Венесуэлы, либо любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать, что это возможно только при консенсусе. У нас существует правило, при котором для того, чтобы принять любого кандидата в эту организацию, в объединение БРИКС, нужно согласие всех участников этого объединения. Продолжение следует...